итак прошел год как я стал счастливым обладателем велико like bike с 9 плюс я на нем проехал 900 километров какие впечатления за это время ну понятно что я на нем не ездил год и сегодня он буквально выехал первый раз так сказать проверить перед тем как ехать на нем на работу батарею зарядил в целом все нормально что я на этом велосипеде заменил это педали постоянные педали не сломались просто они были из такого пластика который в принципе не обладал жесткостью такой нормально чтобы можно было ехать на педаль а мой на мой взгляд мне в общем не понравилось они те педали которые родные конечно складываются эти педали не складываются но сложенном виде в принципе все равно выпирают только одна педаль и от того что она будет складываться сильно там грубо говоря компактности не прибавится вот второе что я поменял это задний суппорт тормозной потому что стерлись колодки родные буквально достаточно быстро я так точно не скажу километров триста четыреста на них проехал и стал вопрос их замены в несколько магазинов которые торгуют велозапчастями я обратился не смогли подобрать и в принципе мне тормоза не очень нравились бы тормозили но особенно когда я заменил вот разница ощущается что еще из поломок было был разрыв цепи я ехал под горку немножко как бы надавил и цепь порвалась вот как раз это вот соединяющие звено в общем тоже магазин на мой взгляд повел себя это не очень адекватно то все к ним пришел горю вот спец сломался на гарантии никогда оставляйте я оставил велосипед там через какое-то время мне звонят говорят что извините это не гарантийный случай почему те которыми за ним не смог объяснить общем этом долго с ними перезванивался приехал в общем ругался в итоге они сказали что-то типа что цепь это является расходник расходника на него гарантия не распространяется на розетке за 29 гривен я заказал это звено и сам в принципе поменял потому что они мне предлагали заменить всю цепь за деньги за 650 гривен при том что можно купить там шимановскую которая на мой взгляд будет чуть-чуть лучше потому что в этом велике в принципе вроде как хороший мотор что читал по отзывам да там батарея в принципе неплохая на всем другом понятно что производитель старался сэкономить в общем 29 гривен стоит репутация магазина который продал мне этот велосипед сейчас я вот сегодня буквально проехал на нем уже 16 километров в смешанном цикле то есть я крутил педали где-то ехал просто на аккумуляторе еще заряд показывает 60 но это тоже не информативно потому что потом этот заряд исчезает ну как бы непропорционально то есть вот вы если зарядили сто процентов на нем ездите там он долго как бы продолжает показывать сто процентов когда опускаешь ручку ли там с горки едешь вот а потом как-то очень очень быстро начинает разряжаться то есть но грубо говоря 60 процентов вот заряда я вообще воспринимаю как половину то есть если вы планируете поездку вот вы проехали вас осталось 60 процентов значит этих 60 вам хватит чтобы вернуться назад то есть проехать то же самое расстояние которое вы уже проехали по резине резина в меру стерлась я не могу судить потом хорошая она или плохая потому что в принципе на свою роль как бы выполняет сотрется поменяю еще даже не менял там переднее заднем вот так что как то так а еще из неприятного тут есть такая штучка это лапка на которую велик становится в сложенном состоянии и вот буквально там за эти не знаю сколько на нем суммарно ездил месяца три может быть четыре пошел в ремонте только там недели две был а потом в общем же погода испортилась так что короче вот эта штука протерлась когда его в коридоре вот на плитку ставлю такой неприятный звук издает ну как как металлом по плитке собственно хочу заменить не знаю чего-то подобрать продаются ли они вообще отдельно вот потому что он как бы покупать лапку что взять не рационально так в целом на мой взгляд вот мне это больше нравится чем самокат объясню почему во первых больше колеса соответственно при преодолении каких-то препятствий там даже какие-то ямки кочки выбоины потому что тротуары у нас не идеальны таки дорога это все происходит приятнее то есть встрять маленьким колесом гораздо проще ну и то что на самом велике ты сидишь уже как бы сгруппированный даже если падаешь кто падал с велика тот понимает о чем я говорю если на самокате ты падаешь с высоты собственного роста плюс высота сам самоката и в принципе ты стоишь по струнке как бы вытянувшись это в этом плане мне кажется это мое личное мнение что велосипед безопаснее в плане компактности но если брать такой серьезный самокат то он с опущенным рулем в принципе по объема думаю занимает как бы плюс-минус как этот велик и без проблем влазит в багажник вот ну короче более такое самодостаточное средство и уже на дороге в принципе ты полноценный участник движения потому что в правилах дорожного движения предусмотрен велосипед у самоката статус непонятный ну это такое дело в общем каждый выбирает себе то что ему больше подходит то что ему больше нравится сейчас в условиях когда из-за войны мало бензина я думаю что я буду на нем ездить больше как то так